Значит, мне был задан вопрос, с чего начался мой видеопроект, да, видеоканал, с чего он начался, почему я начал этим заниматься. Я решил создать свой видеоканал, потому что существовала цензура в официальных СМИ, существовала явная, как бы, невозможность говорить обо всём, о чём хотелось. Были запретные темы, я был в чёрном списке, СМИ тоже, да, и так далее, и так далее. Вот, поэтому я создал свой канал. И кроме того, если ты, ну, недоволен чем-то, вот я считаю, да, то сделай это сам, сделай лучше, да, покажи как надо. Вот я так устроен был тоже, и я решил, ну, давайте вот я сделаю и покажу как надо. Я добился успехов, я считаю. Вот, сейчас у меня 30 тысяч подписчиков, больше 9 миллионов просмотров, ну, почти 30 тысяч, да, и это, и ведь я не занимался этим профессионально, этой, этим видеоканалом, да, я не вкладывал так много сил, как мне кажется, вот. Это было всё довольно-таки, ну, оказионально. Плюс, вот это была цель, да, то есть цензура, существовавшая, я был в чёрном списке, и моя отзывчивость, конечно, моя отзывчивость, потому что я хотел помогать людям, и единственный способ был, это создать своё телевидение, свой живой журнал, вот, где я писал, и где я выкладывал видеоролики, вот. И вторая причина, почему я создал, да, конечно, мне хотелось, чтобы вот то дело, которым я занимался, о нём узнало как больше, как можно больше людей. А занимался я просветительскими проектами в России. И вот всё то, о чём рассказывали лекторы, я снимал на видео и тоже выкладывал в сеть. Вот. И таким образом просвещая Россию. Я начинал с социальных видеороликов. Я снимал видеоролики на те темы, о которых все боялись говорить и боялись снимать. Например, например, про то, как люди живут, в каких условиях. Вот есть у меня ролик на тему, значит, того, как женщина замерзает зимой в своей квартире. Вот все боялись снять видео на эту тему, а у неё дома лёд, она плачет, газа нет, воды нет, в туалете лёд и так далее. Вот я снял этот ролик, опубликовал у себя, и после этого только к ней приехали тележурналисты и сделали сюжет на эту тему. И показали по местному телевидению. Также я снимал ролик про одну предпринимательницу, у которой отобрали бизнес, рэкет такой, да, тоже все боялись. Вот. Я снял этот ролик, после этого в Карелию приехала проверка из генпрокуратуры. Приехал даже Жириновский, который посмотрел этот ролик и раскритиковал, мягко говоря, мэра города, Петрозаводска, который умер недавно тут. Кстати, недолго он прожил, этот мэр, всё-таки. Вот. Ролики социальной направленности я снимал. И я был, по сути, СМИ. Вот этим занимался телевидением. Свободным. Вот. И таким образом я поддерживал людей. Потому что им, ну, некуда было больше идти. А ведь им хотелось докричаться, достучаться, выразить эти эмоции, рассказать о несправедливости, которая с ними приключилась. И вот я был единственный человек, к которому они могли обратиться, и кто мог сделать это гласным. Вот с этого я начинал. Ролики мои по НТВ показывали. Потом, что ещё? Я снимал сюжеты вот о личных историях, непростых отношениях между людьми, о личных драмах. и они тоже довольно-таки острые, потому что героями сюжетов были люди религиозные, религиозные лидеры. И, конечно, эта тема очень такая болезненная. И тоже никто не брался за эти темы. То есть я брался всегда за самые тяжёлые, спорные темы. Вот. Темы, которые замалчиваются в обществе. Ну и третий сюжет. Вот я сейчас просто пытаюсь классифицировать свои видеоролики. Первое, это ролики на социальные темы. Второе, это личные истории. Третье, это просветительские ролики. То есть я снимал лекции вот выдающихся и даже, может быть, и гениальных людей. некоторых. Вот их тоже никто не снимал, многих никто не снимал. И вот я оказался единственным, кто снимал, допустим, Рашида Мурадовича Капланова. Вот его лекции. Это был человек потрясающий. Он знал 40 языков. Был очень эрудированным, интересным. Вот. Владимир Аронович Якобсон. Тоже безумно интересно было слушать. Посмотрите эти ролики, они очень полезны. Якобсон говорит о том, что гениев надо выращивать. Лекции по философии науки, по истории философии. То есть все эти люди, они были проводниками знания, идеи просвещения, идеи изменения мира к лучшему, изменения человека, его образования. И все эти люди работали на улучшение человечества. Вот. Они были просветителями. И вот я их снимал и выкладывал в интернет. Я вижу, что люди комментируют, и они мне благодарны за эти ролики. Так что казалось бы, вот то, чем ты сейчас занимаешься тоже, да, казалось бы, вот снять ролик, а ведь и выложить его в сеть, а ведь этот ролик очень кому-то может помочь, да, обогатить интеллектуально, поверить в себя, начать делать то же самое, заниматься творчеством и так далее. Вот мы становимся таким образом друг для друга поддерживающей средой. То, что и нужно нам. Поэтому я всегда поощрял инициативу, приветствую ее. И мне хочется видеть вокруг себя таких же, как я, людей. В том смысле слова, что они тоже творческие, тоже социально озабоченные. Вот. Вот это третье, четвертое, да. И, наконец, ну вот самовыражение, да. Вот я сейчас делаю видеоролики на тему психологии. Это безумно интересно. Я рассказываю людям, просвещаю их, как психолог. И мне тоже благодарны люди за это. И это в этом взаимный интерес. третий пояс. Вот. Ну вот я рассказал, с чего все начиналось. Видеоканал существует с 2007 года. Уже сколько лет? 12 лет. это, да. И я продолжаю этим заниматься и вижу все большую ценность и значимость этого видеоканала Original TV. И вот эта ценность и значимость для меня возрастает с каждым днем. И судя по увеличивающемуся количеству подписчиков, просмотров, я вижу, что канал нужен. Какова миссия нашего видеоканала Original TV? Первое это рассказать миру о тех людях оригинальных, выдающихся людях, которые существуют. Раз. и второе конечно рассказывать об оригинальных событиях, которые происходят в мире и на которые не каждый может попасть в силу тех или иных причин, но которые заслуживают всеобщего внимания. Это вторая причина. третья наконец дать другим людям возможность выразить себя, показать себя. Четвертая причина это конечно интеллектуальное общение, интеллектуальный диалог. Да, вот то, что я делаю это вопросы психологии, психологической культуры, философской культуры, политической культуры и так далее, и так далее. Есть люди невостребованные сейчас, но которые были раньше востребованы очень, например, вот ко мне обратился советник президента Ельцина, он был здесь с частным визитом в Эстонии и захотел встретиться и дать интервью. Вот мы с ним общались два дня, это историческая фигура, человек стоявший у истоков приватизации, принимавший точнее разрабатывавший закон о приватизации, да, стоявший у истоков разграбления страны, но это все интересно, да, это все интересно. Сейчас он не востребован, но благодаря вот видеоканалу мы с ним пообщались, и это взгляд на недавнюю историю нашей страны, это тоже интересно. И, конечно, канал просто отражает еще вот эту мою всеохватность, мое все вмещение. Мне, ну, действительно, интересно, но если не все, то очень многое. Вот так устроен мой мозг, и поэтому я этим тоже занимаюсь. на вот ну и конечно, это пространство свободы, это пространство творчества, и каждый может это делать, если если есть вот эти вот этот творческий порыв. Вот я бы так сказал еще об этом, обо всем. И, конечно, интересные дискуссии, комментарии, вопросы. И, наверное, канал это еще и какая-то, ну, некая компенсация, может быть, и социального одиночества, да, какой-то, в какой-то степени маргинализации, она тоже есть, потому что когда ты, как бы, очень сложно ведь пробиваться. Вот уже существующее телевидение, существующие СМИ, там идет эта драка за рабочие места, за выживание, вот это эго, да, и трудно, трудно пробиться. И оказывается, что и не нужно пробиваться, да, потому что есть площадка мировая всемирная YouTube, где каждый может спокойно заниматься тем, чем он хочет, создавать свой контент, свой видеоканал, и, в принципе, весь мир открыт, да, и весь мир может увидеть тебя и заметить, если это что-то дельное, стоящее, то люди будут подписываться, люди будут комментировать, ставить лайки, делиться, и так далее. Вот, пожалуйста, сейчас не нужно там, а СМИ-то как раз и проигрывают видеоканалам, СМИ проигрывают, потому что СМИ, как правило, они ангажированы, раз, как правило, они выполняют политический заказ, а этим, а это уже настолько приелось, и люди ценят что больше всего, живое слово, да, они ценят что-то дельное, то, что задевает их сознание, вот, что важно, оказывается, для человека, не пустословие, не словоблудие, не инфомусор, который, кстати, они сейчас, эти СМИ лезут со своим инфомусором и в соцсети, и на Ютьюб тоже, да, ну вот, по крайней мере, попытка делается, да, говорить о добром, разумном и вечном, вот, почему я еще этим занимаюсь, и в конце концов, мне это интересно, да, мне есть что сказать, и мне хочется делиться, и спасибо вам, что вы смотрите, дорогие зрители, спасибо вам за добрые слова, вот, я не все комментарии читаю, кое-что, но вот мне это тоже помогает, мне, вы тоже для меня поддерживающая среда, так что, вот мы и генерируем все это, и генерируем энергию радости, эмпатии, энергию творчества.